всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у нас скетч боксик вот он сегодня только пришел это видимо декабрь или январь посмотрим что это такое сейчас мы все видим спойлерить не будем и у меня вообще дети самые вот какой-то какой-то чувак это шо у нас такое январский ты январский скетч бокс байсбэйс это январский basic скетч бокс вот вот это у нас такой спойлерить не будем вот такой хуже и зачем у нее четыре глаза господи боже что это такое алекс гарант какой-то не знаю такого надо будет посмотреть похоже какой-то француз потому что но тогда мтф колледж он закончил они-то торно чего down интернета канада ах канада и думаю франция короче ух в галереях в америке лос-анджелес в нью-йорке и в австралии ну я не знаю короче я вот такое современное искусство четырьмя чего с восемью глазами не очень понимаю возможно я не права может я еще не доросла до него это может быть ну давайте смотреть что нам тут прислали какой-то фута бумажку что-то на нее приклеилась не знаю что это италия стопроцентный хлопок cold-pressed оксид фридов и альфа вата короче идеально для акварели гуаши чернил и акрила маха маха магна не какой-то даже не знаю такой фирмы честно говоря на вид вроде ничего сколько градов кограмм 140 что ли что-то как-то маловато совершенно как тоненького бумажка не очень толстая честно говоря 10 этих самых чуть не написано какие 10 тут туда хрена их ой а это что нет это не бумага офигеть если не бумага это какая-то такая подложка что это вообще такое блин как интересно и такого еще не видела вот так действительно 10 10 листочков а вот это это нифига не бумага такая вот очень твердая подставочка короче блин классно мне нравится ее можно будет использовать офигенно кстати это классно так у нас вот такая вот палитра скетчбокс кстати такая милая палитра жалко что она пластмассовая но милая очень милая палитра не нравится так тут у нас кисточка ухты кисточка-то классная какая-то даггер классненько кисточку доставим зачем-то они в пакетик упаковали не знаю зачем пум 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 неплохая кисточка вообще смотрите я не буду ее сейчас мучить ее надо будет в водичке размочить и посмотреть но мне кажется она офигенная так что у нас еще акриловая чернила я вижу акрилик инк вот такая вот штучка чтобы они у нас не помялись вытаскивайся что за фирма мне интересно сынелье вот вот такие абстрактные чернила вот эти акрилик инк абстракт сынелье были как раз в декабре в ангиботе на креативе я все на них смотрела думаю зачем мне вообще абстрактные не рисую ну и как бы я их проигнорировала а вот мне взяли ведь и прислали вселенная она все слышит все видит вот так что у нас еще о желтенькие чернила в мою коллекцию вместе ки и красненькие вместе ки беленький вместе ки черненький это будут еще и желтенький офигенно это у нас что ой какая классная наклеечка смотрите офигенно обожаю наклеечки вот это у нас пентель понятно линер 05 в общем будем попой жевать а это у нас что такое карандашик 3х 3h и зачем он блин такой очень 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 твердый но видимо зачем-то надо понять чтобы все это было все больше тут ничего нет ну на этой бумаге я бы не стала пробовать как-то мне ее немножко жалко смотрим все ли мне все ли тут есть ему что-то вывалилась по дороге ну какой-то он погрызанный немножко мне пришел вот видите нет вроде все вот кисточка карандаш линер вот карандаш линер бумажка полет палитра пластиковая акриловые чернила такие вот чернила тоже каллиграфические и наклеечка ну вот собственно и все да ночью ну как то так ну в общем тадам следующем видео а нет не следующим я что-нибудь нарисую что добавлю сейчас тут будет speed paint эти материалы рисовала впервые на самом деле принципе впервые в жизни акриловыми чернилами еще ни разу не рисовала я им только писала это немножко совсем в качестве каллиграфии то есть пером и просто баловалась грубо говоря ничего там такого супер не было поэтому как она смешивается мне не было ни малейшего понятия пошло сначала вообще понять а можно ли что-то там намешать хотя бы какой-то более или менее подходящий цвет да вот сейчас я значит намешала какой-то серо-фиолетовый синий потому что очки были именно примерно такого цвета вот и я сначала пыталась по принципу акварельной там живописи да в принципе вот здесь делать то есть более-менее близкий цвет замешивать но потом до меня дошло что наверное все таки надо работать здесь тоже наложением цветов также как и в случае вот в предыдущем видео я рассказывала про графит растворимый вот вот мне кажется что тушь это тоже примерно очень похожая такая штука то есть работать наложением цвета мне кажется было бы проще но я тут пыталась именно вот намешивать какие-то цвета принципе мне даже под конец понравилось то что у меня получилось ну получилось так не совсем реалистично как бы да потому что это портрет одной очень хорошей девушки очень красивой и сильной девушки которые когда-то очень давно не точно не то чтобы прям очень давно но где-то чуть меньше года назад я наткнулась на ее пост и поняла что у меня ситуация очень похожая я спросила ее она там рассказывала что ей помогла группа поддержки и я у нее спросила как она называется и она дала мне ссылку в инстаграме я не спрашиваю и вот мне это очень помогло какое-то время назад и вот я хотела бы ей сказать спасибо этим не то что этим видео просто вот я поэтому нарисовала портрет но вообще на очень красивая мне нравится рисовать красивых людей как бы не странно да вот но вот этот материал это конечно отдельная штука вот и сложности было вообще хоть отбавляй на вот этом этапе прям мне уже было страшно вообще получится ли что-то или нет ну это какой-то вообще вот она как-то кусками вообще ложится не смешивается и сколько я и вообще странно вот эта бумага в нее впитывалась вот это вот смесь цветов да вот этот вот того тушь акриловая на прям впитывалась в эту бумагу как в губку и такое ощущение что он там пропадала куда-то возможно из того что бумага хлопковая я не знаю может быть абстрактные какие-то истории на этой туши и хорошо рисовать но вот портрет конечно очень было сложно вот но я решила не сдаваться и продолжала мучить вот на этом этапе мне уже было совсем страшно здесь выглядит как какой-то страшный ужасный инопланетянин вот тут уже даже потерялся весь в принципе рисунок первоначальный но так как это как бы скетчик и такая небольшой размер то восстановить было несложно опять же глаз тут не видно тут очки в очках кстати рисовать человек намного проще особенно в темных то бишь уже глаза рисовать не надо вот то есть есть уже немножко так сказать облегченный вариант вот сейчас я у нее на мучу такие прям огромные как будто фонари под глазами ну потом в конце в самом то есть я поняла что я недовольна результатом до конца и ну ладно не буду спойлерить там сейчас увидите когда мы дойдем до того как бы озвучиваю видео я уже после того как я его смонтировала и после того естественно как я все нарисовала поэтому я не буду спойлерить давайте сначала посмотрим дальше вот я все пытаюсь как-то там что-то углубить цвета пытаюсь как-то вообще немножко добавить да то есть потому что там явно были такие серо-серо-сине зеленые такие тени но когда я прям вот брала этот именно цвет у меня получалась какая-то жесть очень вот я пытаюсь осветлить я пытаюсь там добавить что-то розового вон видите красный открываю я там уже не знала белый добавляла вон господи что же делать пытаюсь вот осветлить там где там где падает как раз свет там где солнце ну вот когда накладываешь эту адскую смесь 2-3 раза друг на друга то она ложится уже более более равномерно чем когда она ложится первый раз вот у меня ощущение возникло но все равно вот как бы сложно было я поняла что материал этот для меня сложен и вряд ли я еще буду им рисовать хотя как подложку как скажем подмалевок ну все равно я бы взяла акварель зачем мне вот этот акварель ложится ровно и как бы ровным слоем как бы все уже с акварелью понятно я уже и ну много лет рисую и как бы мне проще с ней договориться а вот это вот это это что-то вообще ну мне просто интересно все пробовать поэтому я стараюсь стараюсь ну попробую сейчас я пытаюсь попробовать я решила что хватит мучить бедный портрет хватит мучить девушку и я сейчас буду пробовать сделать что-то абстрактное это у нас был скетч бокс январь это у нас был январский скетч бокс бай байсик это у нас акрил вот сын илье абстракт акриловый инк и был еще тут вот такой желтый каллиграфический тоже акриловые чернила из предыдущих скетч боксов у меня уже скопились еще вот такой же фирмы вот такие красные черные и белые белый продамал их как-то попользовала итак то есть в наборе вот в этом был только вот синий желтый потом был вот этот вот пентель файн лайнер 05 хороший кстати вот обычный карандаш такой трихая почему-то и кисточка кисточка кстати вообще такой кайфовая я очень ее прям заценила кисточка классная прям вот в общем классная кисточка кисточку я положу свой набор любимых кисточек это прямо прямо вот гадалки не ходи прямо сейчас это и сделаю мне кажется она для акварели будет тоже очень хороша даггер такой офигенный вот у меня набор любимых кисточек здесь только самые любимые самые-самые самые-пресамые вот сюда сейчас положу вот следующее значит что я хотела сказать ну короче меня не впечатлил этот акриловые чернила потому что я как-то абстракцию пока что не вообще ну очень плохо у меня с абстракцией я как-то не абстрактный человек не любитель абстракции я вот люблю больше реализм ну или какую-то такую легкую недосказанность бумага тоже меня что-то не сильно впечатлила в нее вот этот вот акриловые эти чернила они прям в нее прям вот как в губку залезали и их невозможно было никак растушевать и короче но это реально только для абстракции какой-то потому что какие-то переходы здесь делать было очень прямо трудно и в общем я совсем не впечатлилась это не мой материал может быть когда-нибудь потом но сейчас мне прямо прям совсем не понравился этот материал акриловые чернила не знаю буду ли я вообще ими пользоваться может быть ими вот удобно я до этого пользовалась чернилами только чтобы что-то написать вот у меня например есть такой золотые чернила вот такие они очень классный доктор какой-то мартинс они очень прям ярко золотые но чтобы что-то написать такое золотое вот и которые мне вот приходили со всякими коробочками у него такие чернила акриловые но тоже я ими только вот писала какие-то типа каллиграфические там штуки вот как рисовательные у меня есть правда рисовательные чернила да но я что-то ими пока не сильно пользовалась все хочу попробовать но все никак руки не доходят а сейчас вот акриловые попробовала чернила что-то они меня вообще не впечатлили короче пока что это не мой материал может быть когда-нибудь я к этому приду но пока что нет пока что я их буду использовать дальше для того чтобы что-то писать какие-то красивые там ну в общем только для того чтобы писать рисовать я ими пока что не буду это не мое бумага тоже что-то мне вот это не понравилось может я что-то конечно не понимаю но она какая-то рыхлая вообще и в нее прям вот как в губку входят эти чернила не знаю возможно я что-то в этом не понимаю все может быть мне там Маша веселиться с котами вот ну в общем такая у меня получилась картинка небольшая вот это девочка с инстаграма но тут ее вряд ли можно узнать я просто взяла такой ну портрет она мне очень нравится эта девочка вот я рисовала вот такой вот таким карандашом в коричневом сепе чуть я забыла что у меня такой карандаш был в наборе потом я вот эти нарисовала какая в общем разница это не важно вот ну в общем это у меня идет за крома может когда-нибудь я ими буду пользовать сильно сомневаюсь вот это меня тоже фигня не впечатлила потому что она пластмассовая и акриловые эти чернила они сюда капец как прилипли я еле очистила и очистила не до конца а я терпеть не могу палитры грязные короче ну для акрила возможно будет для чего-то такого палитра будет в общем этот месяц не мой материал вот вот ну что-то у меня все равно получилось я даже в принципе насколько возможно я постаралась ну и так как мне не понравился результат нарисованный вот этими материалами я решила доделать этот портрет с помощью цветных карандашей я рассудила что если цветные карандаши ложатся на гуашь и на акварель то почему бы им не лечь на вот эту вот акриловую тушь ну такой был у меня интересный опыт интересный вопрос а почему бы и нет ну вот с этого все и началось то есть я вытащила свои полихромосы такой походный небольшой набор свои любимые светлые потому что как раз я перетемнила мне нужен был свет нужны были светлые карандаши разных оттенков они хороши у фирмы карандаш люминанс у меня как раз все светлые оттенки есть я их покупала поштучно в босниере именно вот одни светлые оттенки потому что вот у люминанс есть прям очень хорошая палитра светлых оттенков там и светлое желтые светло зеленые светлое розовые то есть например у фаба костел среди 150 карандашей у меня есть набор 150 карандашей нет таких оттенков светлых то есть ну можно конечно взять белый и немножечко оттенить там другими цветами но чтобы вот уже готовый оттенок у них такого нет вот поэтому я человек ленивый как бы поэтому я использую часто уже готовые оттенки ну вот собственно вот этого мне хватило тут у меня по моему где-то карандашей 50 мне кажется фаба костел но я не все использовала видите я брала только телесные вот такие оттенки потом сине-сине-сине-серые зелено-серые сине-зеленые сине-зелено-серые ну вот такие всякие интересные оттенки вот кстати вот эти вот сине-зеленые и сине-зелено-серые как бы это странно не звучало это карандаши фирмы карандаш тоже пабло это масляные карандаши если допустим люминанс это карандаши на восковой основе то карандаши пабло на масляной основе и вот они мне настолько вот понравились у меня есть буквально там 3-4 карандаша я их просто для пробы купила они мне настолько понравились я прям реально от них в восторге они мягкие и такие прям удобные в руке не знаю мне почему-то они больше чем полихромусы понравились и я вот мечтаю о наборе этих карандашей но так как у меня пропасть всех всяких других карандашей то я решила что пока я не истрачу как минимум 50% того что у меня есть я не буду больше покупать карандаши вот разве что какие-то цвета поштучно которые у меня будут там заканчиваться и мне без них никак вот только в этом случае а никаких наборов я пока покупать не буду потому что у меня их и так вот пупой жуй вот ну вот с карандашами уже получается как бы намного лучше да более реалистично то есть я там добавляю переходы ну понятно карандашами то есть я уже рисовала много раз как бы это техника мне знакома поэтому тут я просто рисовала в свое удовольствие если до этого у меня был полный выход из зоны комфорта вот с этой вот тушью я прям постоянно была в таком диком офиге а что делать почему оно течет сюда почему оно ложится такими какими-то кусками какими-то пятнами непонятными что делать а спасите помогите то с карандашами было все намного проще я просто рисовала для своего собственного удовольствия слушала музычку и реально наслаждалась процессом вот именно поэтому я хочу могу сказать что вряд ли я буду рисовать с помощью вот этого материала акриловых чернил потому что ну мне не доставило удовольствие ими рисовать то есть я акварелью рисую с удовольствием карандашами с удовольствием ну пастелью понятно я просто пробую разные материалы потому что мне интересно и очень нравится пробовать и ну все время хочется как бы бывает такое что-нибудь я наоборот понравится так было например с предыдущим роликом это был ролик о растворимом граффити мне прям нереально понравились какие он дает прикольные такие разводы грануляции это настолько вообще очень очень прям прикольно прям я ну очень мне понравилось я получила удовольствие при рисовании ну мне не сильно понравился результат ну там у меня как бы было больше в процессе то есть процесс мне понравился больше чем результат а здесь у меня была задача все таки может быть из-за этого у меня была задача все таки на результат потому что я хотела чтобы портрет этой девушки так как я очень хорошо о ней могу только хорошее о ней сказать то есть я ей очень благодарна в первую очередь то мне хотелось нарисовать ее портрет максимально хорошо и поэтому я тут работала скажем так на результат но все равно карандашами рисовать это мне лично очень нравится не важно это пастельные карандаши цветные карандаши то есть раньше я боялась немножко цветных карандашей ну вот после курса Анны и Гида был этот скетчинг карандашами вот был какой-то бесплатный у Калачевой скул летний скетчинг мне так неожиданно понравилось я поняла принцип и все пошло дело очень интересно и я поняла что это не страшно и поняла принцип как рисуются этими карандашами и все как бы стало на свое место принцип немножечко другой не такой как в пастельных карандашах в принципе пастельными тоже так можно рисовать но там все таки больше растушевка идет хотя некоторые рисуют штрихами так же как и цветными карандашами у нее шапочки вот у этой девочки очень красиво она кстати у нее свой бренд она шьет вот такие прекрасные шапочки и продает их если кому-то интересно то есть у нее будет ссылка в описании на ее инстаграм заходите может быть вам нужна такая шапочка мне очень нравится мне шапочки не идут поэтому я как бы не покупаю шапочки но если бы мне шли шапочки я бы у нее 100% купила они очень прикольные так что если кому интересно заходите посмотрите очень интересная креативная девушка и прям красавица честное слово вот ну а я как бы тогда с вами прощаюсь до следующего видео я не знаю буду ли я снимать скетчбокс премиум потому что там практически ничего ничего нового все то же самое и ну посмотрим а пока подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и до встречи в следующих видео всем пока